Доброе утро, любимый Ульяновск! Привет, вся обожаемая Ульяновская область! Ух ты, как всех любишь сегодня с утра. На календаре 25 мая, понедельник. Конечно, и специально для тех, кто привык считать понедельник одним из самых каких-то скучных и тяжелых дней недели, мы на протяжении двух часов уж явно постараемся этот миф просто-напросто развеять. Расскажем о самом важном, поделимся интересной, актуальной информацией и, может быть, раскроем некоторые секреты. Например, секрет уюта и красоты нашей студии прост и не замысловатый, в то же время чудесен. И какой-то уже не секрет. И уже, конечно, не секрет. Это цветочная композиция от партнера программы салона «Цветы и штучки». Ну и, как обещали, сразу к интересному. Сегодня отмечается очень важный праздник – День пропавших детей. Скорее, даже не праздник здесь, а такая памятная дата, памятный день, в который неплохо было бы напомнить всем родителям, что за детьми нужен глаз да глаз. Все верно. Корни этого памятного дня уходят в США в 1979 год, когда по дороге домой пропал шестилетний школьник Эвен Пейтс. В 1984-м был основан Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей. Ну, а уже в 1997-м году появился Международный центр с таким же названием. В России же к поиску пропавших детей и взрослых в 2010-м году подключилась добровольческая организация «Лиза-Алерт». Ну, не будем раскрывать всех секретов, конечно же. Скажем только то, что подробнее об этом мы поговорим сегодня с нашим утренним гостем. Ну, а пока мы начинаем. В студию для вас работаем мы, Екатерина Мазыряк. И Андрей Сафронов. Поехали. «Утро с репортером» возвращается в эфир. Полезные рубрики, интересные факты, динамика тем, оптимизм гостей и ведущих делают студию яркой, а ваше утро бодрым. Хорошее настроение – это «Репортер 73» с 29 ноября. Ульяновское утро еще и в эфире ОТР. Андрей, вот скажи мне, ты когда по телефону общаешься, ты предпочитаешь это делать сидя, может быть, лежа на диване или где-то еще, или активно перемещаясь по квартире? В таком случае ни то, ни то, ни то, ни третья, ни четвертая. Стоя? Стоя в невероятно быстром темпе, в ритме, в общем, очень даже активно. Это как? Это, это… Я пришлю тебе видео как-нибудь, это не для широкого круга зрителя. Неожиданный вопрос, да, для раннего? Да, кстати, да. А к чему такие вопросы? Ну, просто во время самоизоляции многие начали задаваться вопросом о том, как в домашних условиях свою физическую форму поддерживать и сжигать лишние калории. У меня в этом проблем не бывает точно. Ну, хорошо, друзья, как действительно в этом деле может помочь телефон? Давайте разберемся, Катя, ты знаешь, как в этом деле может помочь телефон? Ну, вот если ритмично передвигаться во время разговора, то калории сжигаются. Ведь если у вас есть привычка болтать сидя или лёжа, то от неё срочно нужно избавляться, потому что хотя бы во время телефонной беседы можно израсходовать больше энергии. Специалисты отмечают, что во время неторопливой ходьбы организм сжигает в среднем от 3,5 до 7 калорий в минуту. Ну, в общем, я всё понял, Катя. Даже дома нужно и можно использовать любой повод для того, чтобы двигаться. Конечно. И поэтому, если вы собрались, друзья, на работу или в магазин, то лучше всего не вызывать лифт, а отправиться пешком. Ты сам ходишь пешком? Хожу. Ничего такого, да, вполне себе. Ну, если подобные полумеры не для вас, то делайте звук громче. Слово Оксане Галиевой и её рубрики ЗОЖ. Доброе утро. С вами Оксана Галиева, фитнес-дитолог и инструктор женской йоги. Вся наша жизнь – это движение, и каждый длинный путь начинается с одного маленького шага. Сегодня мы его сделаем вместе. Шаг к здоровому образу жизни. Да, здоровый образ жизни включает в себя много аспектов. Также это физическая работа со своим телом. Кто занимается спортом, кто занимается йогой, другими видами, так скажем, работы со своим телом, фитнесом, знают, как важно иметь крепкие лучезапястные суставы. Ну, а также это очень важно для продления нашей молодости, потому что, как показывают исследования, именно старение дегидрационные, так скажем, процессы в наших костях начинаются именно с пальцев рук и с суставов наших запястьев. Сегодня я покажу комплекс на улучшение подвижности и укрепления. Итак, вы можете сидеть на стуле, вы можете сидеть на диване, на рабочем месте. Не важно. Что мы делаем? Мы растираем лучезапястные суставы. Нашли вот здесь две косточки, там, где у нас обычно крепятся часы, либо браслеты, и начинаем растирать. Делаем это длительно до чувствования тепла. То же самое с другой стороны. Когда мы их растерли, здесь можно, если вы сидите, большие пальчики спрятать и проделать обычные круговые вращения. Но очень важно оставлять локоть на месте, вся ручка на месте, работает только лучезапястные суставы. То есть не локти. Но можно и усложнить. Если у вас есть возможность позаниматься дома на коврике, что мы делаем? Мы с вами встаем в кошечку, ручки под плечевыми суставами, ручки, колени под тазобедренными, достаточно широко пальчики. И что мы делаем? Будет не кошка, будет работа зоны лучезапястных суставов. Прямые руки, прямая спинка. И мы начинаем вот такие круговые вращения, вращение плеч вокруг наших кистей. И то же самое в обратную сторону. Амплитуду можно менять. Можно ее делать больше, либо меньше. Как вам будет комфортно. Но после этого, когда мы их разогрели, улучшили подвижность, можно и поработать. Эти упражнения взяты из сукшу-я-яма. То есть это простые упражнения из йоги, предтечи йоги. Ручки перед собой крепкие, сильные. Плечи опущены, отведены назад. Широко расставлены пальчики. И мы делаем вот такие движения, словно машем веером, охлаждая себя. Вверх и вниз. Можно делать до 10 таких движений. Затем соединяем пальчики. И то же самое, но здесь уже стараемся дотянуться пальцами до своих предплечий. Тоже 10 дыханий. Это достаточно трудно. Ручки в стороны. Обманываем свой головной мозг, потому что мы уже устаем. Большие пальчики прячем в кулачки. И то же самое мы делаем с кулачками. До 10 таких дыханий. После этого вдох, ручки опускаем. Можно протрясти. Можно также прогладить. И растянуть перед собой. Ставим на тыльную сторону. Стараемся достать запястье до коврика. То есть это не такие движения. Это вот такое. И немножко посидеть. Спокойно подышать. Почувствовать приятную усталость. И эмоции, которые у вас, словно кровоток мышцы энергии, разливаются по всей вашей руке от запястья до плеч. Здесь мы, знаете что? Мы убиваем двух зайцев. Потому что работа с нашими кистями очень хорошо оказывает, хорошее оказывает влияние на работу шейного отдела. А шейный отдел оказывает работу на гинекологическую сферу. Вот так. Все взаимосвязано в нашем теле. Сегодня был вот такой шаг к здоровому образу жизни. И я желаю вам хорошего дня. Катя, сегодня удивительный. Сегодня уникальнейший просто день. Который вряд ли когда-нибудь повторится. Так, так, так. И чем же удивительен этот понедельник? Сегодня для всех одиннадцатиклассников Ульяновской области произвенит последний звонок. Звонок, который откроет новую страницу их жизни. Ну, а уникален этот день, конечно же, еще и тем, что все мероприятия пройдут в онлайн-формате. Мне, честно скажу, сложно представить, как это будет выглядеть. Ведь для мальчишек выпускной очередной праздник, а девчонки готовятся к нему чуть ли не с первого сентября. Это ведь надо умудриться предусмотреть все, от прически до платья. Ну, кстати, твой выпускной как проходил? Можешь поделиться воспоминаниями своими? Конечно, я помню, как это все было. Хоть это и было давно. Школа, школьный двор. Слезы. Слезы, радости или печали. На самом деле скучаю я по этому времени. Мне очень жаль, что одиннадцатиклассники нынешние не испытают вот это вот чувство последнего звонка. Да, есть здесь, конечно, свои минусы. Но, друзья, я теперь предлагаю рассказать всем ульяновцам и жителям Ульяновской области о том, как же, собственно говоря, пройдет вот в таком именно варианте последний звонок. Ну, будет тоже, что вспомнить. Конечно. Светлана и Анастасия дружат с детства. Вместе занимались танцами, учились, строили планы на будущее. Понятно, что у каждой свое видение того, как оно будет. А вот как оно есть сейчас, печалит одинаково. Вообще мне обидно, потому что я хотела нормально это отметить, как было это в предыдущие годы. Я хотела вместе с друзьями оторваться на взлетки, чтобы мы погуляли. Встретить вместе с классом рассвет, но, к сожалению, этого не будет. Июнь, июль или август. Когда же все-таки состоится ЕГЭ? В пору гадать, если не на ромашке, то хотя бы на сирене. Изначально в качестве отправной точки указывалось 8 июня. Затем Министерство просвещения на своем сайте указало новую дату, август, без конкретики. Сейчас регион внес поправки, и речь идет уже о конце июня. Когда же все-таки? Это очень сильно расслабляет, потому что поменялся весь режим. Не получается нормально подготовиться, потому что хочется и сериал посмотреть, и погулять, и с друзьями пообщаться. Ура, конкретика! В недавнем своем обращении глава государства назвал таки сроки проведения ЕГЭ. Стартуем 29 июня. Соответственно, чуть позже начнутся и приемные кампании в вузах страны. Подать документы впервые можно будет дистанционно. Также на удаленной основе предстоит аттестация тем, кто уже носит гордое звание студента. Безусловно, волнение включенных в процесс зашкаливает, а телефоны Alma Mater звонят в режиме нон-стоп. неизвестность, неопределенность, как, а получится ли. Они пострадают, студенты, от этой технологии, от этой процедуры. Неизвестность, неопределенность. А это всегда пугает. Когда человек это уже когда-то проходил, у него появляется опыт, он уже это знает. А здесь все впервые. А все, что впервые, оно психологически всегда сложно воспринимается. Отточить удаленный формат поможет предшествующая сессия. Единственный госэкзамен или только защита дипломной работы, выбор за руководящим составом вуза. Так что пока задача для студентов подтянуть хвосты виртуально. Сценарии сдачи на преподавателях и руководстве Alma Mater. Волгу, помимо альтернативы онлайн, обзавелись резервной для выпускников с ограниченными техническими возможностями. Таким, как вариант, откроют аудитории. Заходят в аудиторию по рассредоточенному временному графику. Соответственно, они также и подъезжают в университет, чтобы не создавать скученности ни в корридорах, ни на других территориях университета. В аудитории находится только секретарь Государственной экзаменационной комиссии, который осуществляет так называемый прокторинг, то есть идентификацию личности, ну и следит за поведением самого студента. А также ведет протокол итоговой аттестации. Аудитория оборудована экраном и видеокамерой. Непосредственно комиссия по домам и на экране монитора. Примерно так же может пройти вручение дипломов, а выпускной уйдет в онлайн. Единый дистанционно-торжественный вечер для выпускников всех высших учебных заведений региона намечен на 11 июля. Но это не точно. Ну, мы надеемся на то, что если, например, будут возможны небольшие праздничные какие-то мероприятия, не массовые, а, допустим, до 30 человек, когда мы можем все-таки собраться в нашем фойе тарелки, допустим, соблюдая дистанцию полтора или два метра, но тем не менее это для группы или для небольшого потока общее собрание. Возможно, это будет для нас допустимо с точки зрения наших мероприятий. Тогда все будет организовано по-другому. Мы в любой момент с удовольствием отступим научное общение с нашими студентами, преподавателями. Честно сказать, все очень соскучились друг по другу. Ну, а сегодня, 25 мая, последний звонок онлайн прозвенит для выпускников всех ульяновских школ, лицеев и гимназий. Доброго и счастливого пути! Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов. Утро с репортером. Андрей, скажи мне, какие у тебя ассоциации всплывают, когда ты слышишь слово «психолог»? «Психолог»? Табличка на двери в школе психолога, она такая была, какая-то ярко-красного цвета, и мимо этой двери хотелось пройти мимо. Почему же? Не зубной кабинет все-таки. Не знаю, как-то мне... Один раз я был у психолога в школе, как-то, не знаю, не очень позитивно мне это вспоминается. То есть удобный диван, кресло и голос специалиста, который говорит, присаживайтесь, устраивайтесь поудобнее. Тебя нет? Лично ко мне этот голос не имеет никакого отношения, в свой адрес я его не слышал, поэтому... Вот такой, как мне кажется, кинематографический образ получился емкий и привычный, а тем временем само слово «психолог» происходит от двух древнегреческих слов «душа» и «знание». Действительно, друзья, ведь это специалист, занимающийся изучением проявлений способов и форм организации психических явлений личности в различных областях человеческой деятельности, а также целью оказания психологической помощи, поддержки и сопровождения. Вот на последних аспектах я предлагаю остановиться слово нашему психологу Сергею Фролову. Здравствуйте! Мне часто задают один и тот же вопрос. Как полюбить себя? Вот список, который сейчас я вам расскажу. Первое, что необходимо сделать для любви к себе, это составить список 100. Он так и называется. Составьте список 100 пунктов, за которые вы себя полюбите. Пишите, например, «Сегодня вы составили всего лишь 5 пунктов, завтра еще 5, послезавтра 10» и так далее. Допишите все свои пункты до уровня 100. Можно даже и больше. Чем больше, тем лучше. Это первое упражнение, которое поможет вам справиться и прийти к любви к себе. Следующее. Благодарите. Благодарите все, что есть у вас в жизни. Вы, ваш диплом полученный, ваши друзья, ваши коллеги, ваша работа, вся ваша жизнь — это благодарность к миру. Следующее, что необходимо будет сделать, это каждые 3 месяца у вас должна появляться новая вещь. Не важно, что это будет банальная ручка, либо купленный диван, либо купленная рубашка. Но каждые 3 месяца делайте себе поощрение в этом. Следующее. Это делайте то, похвалите себя за каждую вашу вещь, что вы делаете в жизни. Пример. Например, вы заправляете кровать. Похвалите себя за то, что вы это делаете. Сегодня вы пошли и сделали себе кофе. Похвалите себя тоже за это. Завтра вы сделали свою работу, вам что-то пришло очень хорошее. Похвалите себя за это тоже. Похвала, она тоже влияет на самооценку вашего организма. Картину дня дополнят региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Пандемия коронавируса всех разогнала по домам. Люди переместились за монитором компьютеров и дисплеем гаджетов. Почти все перекочевало онлайн. Обучение, работа, праздники и, конечно, досуг. Безопасность, приоритетенно. Но удержать детей дома сложно. Мы понимаем, что у них нет возможности активно выходить за пределы дома, так как хотелось и нам, и семьям, и самим детям. Поэтому для детей активно продолжают работу в онлайн-режиме различные конкурсы, онлайн-олимпиады, общественные движения. Используя современные технологии, регион добился предоставления детям качественного, а самое главное, безопасного образования. Занятия в интернете и выпускные через видеоконференции. Впереди лето. Отдых планируется в двух режимах. Сидеть дома, конечно, хорошо, но для детей этого явно недостаточно. Возможно, мы с 1 июля откроем летние лагеря. По крайней мере, Министерство просвещения Российской Федерации рекомендует уже вслух начать летнюю строительную кампанию в регионах с 1 июля. Самоизоляция хоть и спасает от коронавируса, но положительно на здоровье растущего организма точно не сказывается. Решение о входе лагерей в рабочий ритм принимает регион. Действовать нужно осторожно, открывать все сразу нельзя. Вместе с тем, мы понимаем, что сегодня главная наша задача это подготовка к открытии стационарных, загородных, оздоровительных лагерей с учетом дополнительных требований Роспотребного обзора, а также определение возможности открытия школьных лагерей с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. Эта работа начнется практически сразу после появления рекомендации Роспотребнадзора. В целях безопасности смена придется сократить с 21 до 14 дней. В один заход планируется задействовать больше 100 медицинских работников, специально подготовленных к работе в условиях коронавируса. Около 23 миллионов рублей потребуется на дополнительные дезинфекционные мероприятия. Открытие детских лагерей в такое непростое время. Затем амбициозное, сложное, ответственное, нововозможное. Осторожность и бдительность позволят детям как следует отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом. Павел Патриков, Валерий Клочков, репортер 73. Разработками тест-систем в области генетики компания занимается уже 8 лет. Благодаря богатому опыту на создание теста ушел всего месяц. Следующий шаг наращивание производства и выход на уровень 2 миллиона тестов в месяц. Запрос имеется. Разработками ульяновских ученых уже заинтересовались как в соседних регионах, так и за рубежом. География обширная. Казахстан, Ирландия, Швеция и США. В первую очередь мы будем поставлять в Ульяновскую область. И видели, что первая партия была именно для Ульяновской области предназначена. Также наши соседи активно интересуются. Ну и в следующую очередь я думаю, что это будет Москва и другие крупные регионы. Основные преимущества нового теста высокая чувствительность на уровне от 96 до 100 процентов и небольшое по сравнению с аналогами время проведения анализа порядка двух часов. Структурно тест-система это пять пробирок. Две положительного контроля, одна отрицательного, фермент и праймеры для анализа. Тест позволяет определять болезнь в инкубационном периоде и на самых ранних стадиях. Цену на новую систему пока не раскрывают. Это будет не самая дорогая тест-система, но и не самая дешевая. Дело вот в чем. Самая дешевая тест-система на российском рынке не имеет всех компонентов для проведения анализа. То есть там только финальная часть, только ПЦР-диагностика. Мы в свою тест-систему вкладываем и набор для выделения РНК, и фермент обратную транскриптазу, и сам ПЦР-набор. Поэтому он в принципе не может быть самым дешевым. В общей сложности 10 тысяч тест-систем будет передано для нужд медицинских учреждений Ульяновской области. 5 тысяч в мае и 5 тысяч в следующем месяце. В первую очередь, безусловно, будут обеспечены данные тест-системами все группы риска. Это наша основная задача. Это медики, это люди старшего возраста, люди с показаниями, с признаками заболеваний. Это волонтеры, все, кто работает с населением, высококонтактные специалисты. Но еще раз повторяюсь, безусловно, в первую очередь мы будем обеспечивать наши областные государственные учреждения и предоставлять тест-системы бесплатно. В ближайшее время новые тест-системы поступят в медицинские учреждения региона и внесут свой вклад в победу над заполнившим мер недугом. Алексей Сорокин, Юрий Давыдов, репортер 73. Первым делом экипировка, проездной билет потом. Маски и перчатки теперь на Ульяновском автовокзале должен надеть каждый – и кассир, и водитель, и пассажир. Чтобы вирус не прошел, всем входящим в здание измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком. В автобус без средств защиты не пускают. Средствами защиты нас обеспечивают. У нас и маски нам дали, и перчатки дали. Но насчет того, что страшно, конечно, страшновато. Все-таки такая болезнь. Но работаем. Спрятать руки от посторонних теперь обязанность каждого. Строгие меры люди приняли положительно, ведь это не только их здоровье и безопасность. Следование общим правилам – прямой путь к победе над вирусом. Люди у нас молодцы, реагируют все положительно. Все говорят, да-да-да, мы согласны, мы будем исполнять. Я думаю, они очень важны, особенно в общественных местах. Где вот, например, вокзал. Людей очень много, и производится дезинфекция. Люди масочки одевают, перчатки. Сам автовокзал начищают до блеска, обрабатывают антисептиком все, к чему могут прикоснуться люди. Полы моют несколько раз в день. Сидения автобуса и поручни скрипят от чистоты. Водители лично следят за порядком в салоне. Помещение, территория вокзала. Значит, каждые два часа у нас работники выходят, моют полы, протирают специальным хлористым раствором, протирают ручки, подоконники. Ослабляется режим самоизоляции, ужесточаются меры предосторожности. Справедливо, ведь ульяновские больницы продолжают пополняться больными коронавирусом. Да и в Минздраве Россия отметили, о завершении эпидемии говорить пока рано. Близко, доступно и под четким контролем профессионалов. Пункт здоровья «Мостовая слобода» это одновременно ФАБ, спортивный зал и творческий клуб по интересам. Площадка небольшая, но многофункциональная. Здесь проводятся групповые занятия спортом, и вот там, если посмотреть, стоят тренажеры, можно на них тоже позаниматься. Проводятся занятия йогой и даже можно сходить на массаж. И что самое главное, все это абсолютно бесплатно. Здесь особенно ждут инвалидов и пенсионеров. Для них созданы все условия, как для комфортного занятия спортом, так и для проведения полноценной физиотерапии. Для остальных двери пункта здоровья также открыты, но в специально отведенное время. Заниматься могут все категории граждан. Мы не против, мы только за, чтобы и молодежь ходили, чем они где-то будут по углам. Но конкретно услуги мы оказываем только пенсионерам либо инвалидам. Спектр услуг эксклюзивен. Помимо адаптивной физкультуры и аппаратного массажа, здесь можно получить юридическую и психологическую помощь. Я постоянно занимаюсь, мне это очень нравится. Стимул вообще огромен. Я себя чувствую хорошо в плане здоровья. В плане веса, в плане вообще, вот вы знаете, самочувствие совершенно другое. Ощущение самое-самое лучшее, потому что я начала ходить с самого начала. Первое, что я посвящала, это йога. Конечно, для меня, для нашего возраста все равно мы как бы стоим и не двигаемся уже, когда выходим на пенсию. А йога, она дает то, что мы себя ощущаем намного лучше. В скором времени откроется еще один корпус. Сегодня помещение подготавливается, ведутся ремонтные работы. Ныне имеющийся пункт переформатируют для проведения культурных мероприятий. Все остальные услуги переедут в новое помещение. Такое разделение позволит увеличить количество и время оказываемых услуг. Максим Бажанов, Геннадий Бухтояров, репортер 73. С 4 тысяч грузовиков до 2 тысяч в год. Резкий спад производства на фоне пандемии ощутил завод ИСУЗУ. Чтобы не останавливать работу, соблюдать все санитарные нормы, отменены все совещания, запрещены командировки. Но убытки все же несут. Начиная с мая месяца мы перешли на односменный режим работы. Ранее предприятие работало в одну смену. И предложили частично сотрудникам выбрать некий компенсационный пакет для того, чтобы уволиться по соглашению сторон. Да, такое действительно было предпринято. Для пострадавших отрасли это малый и средний бизнес, туризм, гостиницы, общепит, непродовольственная розница. С 1 мая оказывают помощь. На каждого рабочего субсидия 12 тысяч 130 рублей. С начала года уровень безработицы в Ульяновской области увеличился в 5 раз. И сейчас на учете в бирже труда 13,5 тысяч человек. В список попала и Юлия Тимофеева. На ее предприятии, как и на многих других, сократили работников. В апреле встал на биржу. Мне посчитали максимальное пособие по безработице и дополнительно получаю по 3 тысячи рублей на каждого ребенка. У меня двое детей и, соответственно, получаю дополнительно 6 тысяч рублей. Тем, кто потерял работу с 1 марта и встал на учет в Центр занятости, в апреле, мае и июне автоматически выплатят пособие по верхней планке. А именно, в размере МРОД. 12 тысяч 130 рублей. Плюс более 700 безработных родителей Ульяновской области получат по 3 тысячи за каждого ребенка. До 31 декабря текущего года встать на учет в Центре занятости населения можно только онлайн и двумя способами. Через госуслуги и сайт Работа России. Сделать это можно прямо через телефон, был бы интернет. Здесь необходимо заполнить свои личные данные в разделе «Встать на учет» в качестве безработного. Здесь же можно разместить свое резюме и найти вакансию. Ульяновское отделение Куйбышевской железной дороги одно из немногих предприятий, которое не прекращало свою работу коронакризис. На предприятии у нас производится двумступенчатый контроль проверки температуры значит на входе и непосредственно уже у мастеров мастера ведут журналы замеры контроля температуры. Производится дезинфекция помещения каждые 4 часа. Рынок труда после пандемии станет более гибким, говорят эксперты. Некоторые предприятия так и останутся в онлайне. Для кандидатов важнее станет обучаемость и желание работать. Многие фирмы там малые, средние индивидуальные предприниматели по существу тем, кто оказывает какие-то услуги. Возможно им дистанционный формат работы он будет легче и удобнее и после окончания вот этой кризисной ситуации связанной с коронавирусом и таким образом они там сэкономят те деньги, которые сейчас они тратили допустим на аренду там помещения. Реальному сектору экономики по-прежнему необходимы работники. Востребованы вакансии инспектор, водитель, пособный рабочий и врач. Сейчас на сайте Центра занятости 12 тысяч вакансий. Марина Тимофеева, Валерий Клочков, Константин Никитин, репортер 73. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Где купить рассаду в Ульяновске? Городской центр по благоустройству и озеленению делает все, чтобы у каждого жителя Ульяновска распустились прекрасные цветы и созрел богатый урожай. Качественная, здоровая рассада цветов позволяет создать неповторимые клумбы на частных участках и реализовать смелые дизайнерские проекты. А многообразие овощных культур удовлетворит запросы самых взыскательных садоводов. Добрые руки сотрудников бережно высаживают семена в землю и окружают их заботой и любовью, чтобы на каждом дачном участке выросла крепкая и здоровая рассада. А профессиональные агрономы внимательно контролируют качество продукции. Фирменные магазины городского центра по благоустройству и озеленению реализуют широкий ассортимент комнатных цветов, букетов, овощной и цветочной рассады во всех районах города Ульяновска. Улица Кирова, 12А, рынок Южный, улица Камышинская, 19, проспект Гая, 87, проспект 50-летие ВЛКСМ, 10, проспект Генерала Тюленева, 5, официальный сайт горцентр73.ру Контактные телефоны 790971-370163 Планируйте свое путешествие заранее с новым прямым рейсом С-7 Airlines в Москву. Препарат Гриппферон. Это профилактика и лечение простуды и гриппа даже для будущих мам и малышей с первых дней жизни. Наступает время создавать новое, время оттачивать свое мастерство. Быть безупречным в детали, лучшим из лучших. ГРОС. Гарантия совершенства. ПОДПИШИСЬ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Небольшой дождь. Температура воздуха по области ночью плюс 9-13, днем 16-20 градусов со знаком «плюс». В Ульяновске ночью от плюс 10 до плюс 12 градусов, днем 17-18 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Готовимся к ОГ и ЕГ по телеурокам. На телеканалах «Репортер 73», «21-я кнопка» и «ОТР». «Девятая кнопка» стартует третья неделя уникального образовательного проекта. Ежедневно с понедельника по субботу с профессорами и преподавателями университетов разбираем основные вопросы и ошибки. Начало в 8.00. Пропустили. Ищите нужный урок на нашем сайте www.reporter73.tv. Ну а в нашем утреннем эфире своими секретами подготовки к единому госэкзамену традиционно делятся выпускники прошлых лет. Всем привет. Меня зовут Садыкова Алина. И в том году я сдала ЕГЭ на самый высокий балл в нашей школе. А именно на 258 баллов. Сегодня я бы хотела поделиться некоторыми советами подготовки к этому экзамену. Начну с математики. Это был единственный предмет, с выставленными баллами, по которому я была не согласна. Изначально мне поставили 74 балла, хотя я решила всю первую часть, длигонометрию, неравенство и экономическую задачу. Я была уверена в каждом из этих трех заданий. Теперь по порядку. Начну с неравенства. Мне поставили 0 баллов за то, что я неправильно решила ОДЗ, а именно квадратное уравнение. Неправильно нашла корни. Поэтому я советую вам перепроверять все, что только можно, даже самое простое, на ваш взгляд. Также мне поставили 1 балл из 2 за тригонометрическую задачу. Я была очень удивлена и расстроена. Но как это так? Тригонометрию я решала очень много и была уверена, что именно за это задание у меня будет максимальный балл. Я сразу побежала смотреть бланки ответов. Я смотрела и не могла понять, за что же снизили балл. Я позвонила Зоне Николаевне и попросила забраться в этой ситуации. Она просмотрела мои бланки ответов и сказала, да, действительно, балл нужно было дать. Она посоветовала подать мне апелляцию о несогласии с выставленными баллами. Ну, так я и сделала. Я на самом деле очень боялась и думала, что мне придется куда-то ехать и что-то кому-то доказывать. Но нет, я просто пошла в школу. Мы с Татьяной Юрьевной подали заявку, нам ее одобрили. Через некоторое время мне вернули мой балл. Также бы я хотела порекомендовать вам один канал на ютубе, благодаря которому я набрала свой высший балл за экономическую задачу. Канал называется Extra Team и действительно очень полезный. Я рекомендую вам посмотреть хотя бы пару видео. Гораздо выше у меня был балл по русскому языку. Мне поставили 91 балл, но нарадалась я достаточно. Я бы хотела, чтобы вы посмотрели канал Иришу на ютубе. Эта девушка разбирает очень много классических русских произведений и ищет в них проблемы. Будет очень полезно посмотреть, так как пример, приведенный из литературы, я считаю, намного лучше, чем пример из фильмов, сериалов, придуманных примеров и так далее. По обществу знаний у меня был такой же высокий балл, как и по-русскому. 91 балл. На самом деле я не была удивлена этому баллу. Я на него рассчитывала. Именно такой балл я и хотела. 90+. На этом я завершила свое видео. Я рассказала вам то, что я считаю, может помочь вам набрать высокие баллы. Вам остается только готовиться, не переживать, высыпаться. В день перед экзаменом лучше лечь пораньше и встать пораньше, чтобы посмотреть на те варианты, которые скинет Дальний Восток. И, возможно, что-то там повторить. Я думаю, это будет очень полезно. Все. Всем успехов! Ну что, друзья, сегодня понедельник, а это значит, что по традиции мы вновь приглашаем вас заглянуть за кулисы театра. Сегодня свои секреты нам раскроет студенческий театр. Третий звонок, занавес поднимается. Не за зарплату и не ради славы студенты делают театр для души и от души. Политеховская тарелка – магическое место, которое объединяет всех творческих людей университета. Технари искусства уважают, и проект создания своего студенческого театра, конечно, поддержали. Светлана Геннадьевна Сернова, сама будучи студенткой тогда еще Политехнического института, играла в любительском театре. Поэтому опыт был. В 2012 году я решила в очередной раз сделать театр. У меня было уже две попытки. Одна из них была достаточно успешная. Мы делали спектакли. Но театр достаточно быстро прекратил свое существование. Про вторую попытку даже рассказывать не хочу. Там что-то вообще ничего не получилось. А вот этот ребенок, третий по счету, он как-то вот все сложилось удачно. И мы начали работать. Сразу пришли хорошие ребята. И как-то все пошло, пошло, пошло. Встала на рельсы. Ну, в сочетании с тем, что Технический университет нас всегда поддерживал. Это давно известно, что технари любят искусство. И как-то все вот зародилось. И не хочется, пока что не хочется прекращать. Вот это самое главное. Отсутствие театрального образования у художественного руководителя не мешает работе. А напротив, помогает. Здесь играют, как чувствуют. Светлана Геннадьевна только лишь направляет и прививает любовь к искусству. Талант здесь значение имеет. Но все же, в первую очередь, важно желание. Каждая роль, которую я играю, она позволяет прожить жизнь, которая не принадлежит мне. Но хотя бы на пару моментов, когда ты репетируешь, выступаешь, ты ее проживаешь. Что ты чувствуешь, выходя на сцену? Страшно. Всегда ножки дрожат. Это очень непередаваемо. Очень хорошо, что в труппе есть ребята разного уровня. Есть ребята, которые уже реально что-то умеют. И как, мне кажется, у меня есть такие ребята, которые вот прямо сейчас бы пошли и взяли бы на второй-третий курс любого театрального вуза с дорогой душой. Любого вуза театрального, даже в московского. Очень хорошо, что ребята общаются между собой. Они учатся друг у друга. Поэтому, ну как сказать, тут как в большой семье. Пример старших он должен быть обязательно. Положительный пример. Труппа студенческого театра немаленькая, но в спектаклях заняты все. Иногда приходится готовить по два состава на одну и ту же постановку, чтобы никого не обидеть и каждому дать возможность раскрыться на сцене. Так сложилось, что вот этот вид спорта, полномасштабные спектакли, он сразу стал основным. Мы, конечно, делали какие-то и мелочи, и ребята выступали на фестивале, например, студенческая весна. И в сольных номинациях, ну по типу художественное слово. Но я считаю, а я режиссер, что полноценный длинный спектакль – это интереснее всего. И у нас за семь лет вот это будет седьмой спектакль. Так что магия чисел просто какая-то. Бюджет любительского театра хоть и невелик, но со студентов деньги на костюмы и декорации не собираем, смеет Светлана Сернова. Университет всячески поддерживает задумки художественного руководителя. Для спектакля «Потомок» нужна была ржавая железяка. Я пошла в наш университетский гараж, и мне там дали ржавую железяку. Я пришла, описала, что мне нужно, и мне дали то, что мне хочется. Я не могу сказать, что нас золотом осыпают. Нет, конечно. Одним из самых масштабных и затратных по сценографии и костюмам спектаклей получилась очень простая история. Пьеса драматурга Марии Ладо уже много лет ставится на театральных подмостках страны, но студенты-любители сыграли эту историю не хуже профессионалов. Пусть не так драматично, а где-то даже немного наивно, главное, что от души. История называется простой, но так ли это на самом деле? Сюжет очень жизненный. Двое молодых влюбленных, незапланированная беременность, страх неизвестности и сложный выбор. А что будет, если... А ты, бакостник, может, тоже скажешь, что я убиваю кого? Что вы? Нет, вовсе. Сейчас же это нормально. Все так делают, если не вовремя. Ничего ныть, да? Слышь, перестань, обойдется. Тебя вы туда больны. Я готов. Куда хочешь? Кому нужна твоя готовность? Мозги-то где были, а? С другой стороны, можно прям вот легитимно брать слово «простая» в кавычки. Не просто очень простая история, а очень простая, апострофы, история. Почему? Потому что явно присутствует некий, ну, я не хочу сказать, мистический, фантастический, я бы сказала, элемент. Вот говорящие звери, которые реально пытаются решить проблему и так далее. Так же не бывает? Не бывает. А у нас бывает. Ну, за это, мне кажется, все и любят театр. Вот именно вот из-за этого, что можно побывать там, где ты никогда не бывал. Ульяновск стильный, Ульяновск креативный. Что ты, Андрей, на меня так удивленно смотришь? Разве не так? Я... В чем все так? Я не смею просто с тобой спорить. Катя, тем более, что в креативной копилке ожидается прибавление. В Ульяновске, конечно, пройдет открытый молодежный конкурс на лучший архитектурный проект «Город глазами молодых». Проведут его по двум номинациям. Лучшее решение уникального молодежного пространства и лучшее архитектурно-дизайнерское решение въездных знаков в Ленинский, Засияжский, Железнодорожный и Заволжские районы. Ну, если говорить о первой номинации, то конкурсная комиссия оценит выразительность, гармоничность сочетания проектируемого пространства с существующей средой и доступность для маломобильных групп населения. Ну, а вот в деле въездных знаков района города на первом месте, конечно же, оригинальность. Кстати, победители выплатят премию 30 тысяч рублей. Замечательно. Ну, пока, друзья, мы этого только ждем. О стиле, о современных трендах нам сегодня поведают в своей рубрике «Стиль» Валерия Лобода. Есть слово. Доброе утро, дорогие телезрители! Я вновь приветствую вас в рубрике «Стиль». И сегодня мы поговорим с вами о том, как выполнить зонирование в длинных и узких комнатах. На самом деле это можно сделать не только с помощью напольных покрытий или, например, декоративных напольных покрытий, таких как ковры. Это еще и можно сделать с помощью мебели, цвета, а также специально выстроенных перегородок, как показано в этом примере. Я сейчас нахожусь в зоне отдыха, а рядом со мной, буквально через 10 сантиметров слева, от меня находится другая зона отдыха, например, для гостей. Все максимально просто и легко. Такую перегородку можно выстроить самим и обустроить себе, например, очень уютный, скромный, тихий, спокойный уголок на балконе, который также может стать продолжением вашей комнаты. Продолжение следует... Это «Утро с репортером», и мы продолжаем. Как мы уже обозначили в начале программы, сегодня, 25 мая, отмечается очень важный праздник. Точнее, это даже не праздник, а День памяти пропавших детей. И вот этой теме мы хотим уделить особое внимание, и поэтому рады вам представить наших сегодняшних гостей. Друзья, у нас сегодня в гостях Алексей Кольцов, региональный представитель добровольческого отряда «Лиза Алерт» и Александра Фарафонтова, руководитель направления по детской профилактике «Школа Лиза Алерт». Друзья, здравствуйте. 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 Этот день, когда в нашей стране стал отмечаться? День международный. Вот Россия присоединилась. Ориентировочно 2010 год. 2010, 2012 год. Это у нас юбилей намечается, можно сказать. У вас. Да, плюс-минус. Такое десятилетие практически. День памяти больше. Ну да, ну да, ну да. Вот учрежден он с какой целью? Вот что мы хотим сказать этим днем? В этот день показывается проблема, что, к сожалению, статистика такова, что дети теряются, и теряется большое количество. Заявки на детей у нас поступают каждый день, фактически. Обратить внимание общественности на проблему пропажи детей. Да, хочется, конечно, чтобы обращали внимание не только в памятные даты, а регулярно. Какова вот статистика? Вот если брать с 2010 года, к нам поступило более 17 тысяч заявок на детей. Из них у нас было найдено живыми более 15 800, найдено погибшими 450 человек, и поиски 46 детей до сих пор продолжаются. И все это благодаря усилиям волонтеров, добровольцев, да, вашего отряда? Вот даже за только этот год, с начала этого года, мы получили заявок, 1717 заявок на поиск детей. Как снизить? Большие цифры, конечно. Ужасно большие цифры. Как снизить эту статистику? Как улучшить ситуацию? Что вы скажете? Во-первых, с точки зрения нашего отряда, мы, конечно, в этом плане проводим занятия по профилактике, в том числе. Но основной акцент мы делаем на взаимодействии с преподавательским персоналом, да, с родителями. Взаимодействие мы проводим в родительских собраниях, в том числе, в рамках профилактики. Это в школах? В школах, да, организуем. Вот, Александр, вот это ваше направление, как проходит профилактика? У нас родители, большинство даже учителя сами оставляют заявки по горячей ленину телефона, чтобы мы провели с детьми беседу, чтобы ребенок знал, как себя вести, когда он теряется в торговом центре, на остановке, на улице. А когда большинство детей же тоже пытаются, пропадают, конечно, и когда детей уводят, чтобы ребенок знал, кто такой незнакомый, что с ним нельзя уходить ни под каким предлогом. Когда в лес собираются с родителем, какими с собой надо брать вещи, чтобы непосредственно было у ребенка, если, конечно, не дай бог, в лесу потеряется. Чтобы, как говорится, у него были те вещи, пока его будут искать. Это вода, курточка тепленькая, чтобы, как говорится, было. А кто? То есть конкретно вы проводите такие беседы? Я провожу девочки, у меня проводят. У нас четыре активных инструктора. Есть девочки, которые как бы могут только в свои выходные дни, но в основном все заявки поступают, это во время учебных занятий. Классный час нам освобождают или дают какой-то урок. Лекция у нас проходит 40 минут в час. Берем только один класс. Больше детей одного класса не берем. Саша, то есть я понимаю, вы именно свое внимание сосредотачиваете на такой, на просветительской деятельности, да, на профилактической. Да, очень нравится. Ну, понятно. Мне это очень интересно, это после лекции, когда они подходят, это обнимашки, это действительно детская такая искренняя благодарность. Конечно. Не знаю, ничем не заменить. Конечно. А вот так скажем, в полях, это кто у нас действует? Сколько человек, да, у нас работает? Сколько человек, что это за люди, что это за профессионалы? Ну, на самом деле, скажем так, все, кто у нас стоит в отряде, это обычные добровольцы, волонтеры, которые по собственной инициативе пришли в отряд. У них, кроме этого, есть своя работа, есть свои семьи, есть там какие-то свои обязательства, кроме этого. И свободное от этих обязательств время и работы, семьи, они посвящают поискам. Поиски у нас случаются в разное абсолютно время. Заявка к нам на поиск пропавших может упасть и в три часа утра. И люди, которые выезжают в леса, можно сказать, основной состав отряда, это порядка ста с небольшим человек, которые присутствуют у нас сейчас в Ульяновске. Они, конечно, большая масса сосредоточены в Ульяновске, но есть люди из Димитровграда, с районов в том числе ребята есть, которые подтягиваются на поиски. Да, в районах тоже пропадают ведь. Да, районы как бы это основная проблема, это леса. Леса, да, вы сказали, леса. У нас в городе, наверное, все-таки другая немножечко, да. Сейчас вот сезон, да, такой вот грибной сезон. Да, то сезон наступает. Это же, наверное, особая такая зона опасности. Да, сезон подкрадывается, мы к нему стараемся быть готовы в этом году. Но в связи с тем, что начались такие вот гарантийные мероприятия, к сожалению, мы вынуждены не проводить обучающие программы. Для обучения новых добровольцев только все перенесено в онлайн. И добровольцы обучаются уже по факту на местности, вот приехав на сам поиск. Но ты вот хотел спросить. Да, вот в городе. Да, наверное, не про лес. Какие страшные места, какие опасности, риски? Вообще в городе, если брать нашу статистику, у нас соотношение городских поисков к лесным, это 9 городских, 1 лесной поиск. То есть, ну, грубо говоря, 10% это леса у нас составляет. Основные проблемные моменты в городе здесь, если брать, опять же, по детям, ребенок может увлечься каким-то объектом, уйти куда-либо, да, просто заинтересовавшись. Мы рассматриваем детей там 3-7 лет. Дети постарше, допустим, подростки от 12 лет, они уже стремленно в основном сами уходят. Ну, скажем так, исследовать мир, да, как мы это называем. И этих подростков, самостоятельно уходящих, мы на нашем профессиональном жаргоне называем бегунками. К сожалению, в связи с карантинным мероприятием количество бегунков увеличилось. Увеличилось. Да. Детям нужно куда-то девать энергию. Свободы не хватает. И в четырех стенах, к сожалению, негде реализовать. Ну, а вот находится ребенок, а с ним потом... Как вот находится тоже процесс. И как он находится, и потом как с ним какая-то тоже вот беседа происходит, какие-то наставления даются ему. С нашей стороны, конечно, наша задача найти ребенка. Все, что происходит, и передать его желательно живым, здоровым родителям, полиции и так далее. Но если наше пожелание, которое в основном действует, когда мы находим детей, родителям, мы говорим, что, пожалуйста, не ругайте. Пожалуйста, не... Вот все разбирательства, почему он пропал, оставьте на потом, спустя время, когда все уляжется у вас, а потом поговорите по тихому. Да, чтобы ребенок мог назвать, по какой причине он это сделал. Потому что вот мы тоже проводим родительские собрания для родителей. Мы им объясняем, как себя надо вести, если, например, не дай бог, ребенок убежал, то, что вот его нашли, то, что не надо ругать. Какая причина? Потому что дети некоторые тоже... Бывает у всех дорогие гаджеты. Разбил, уронил. Как будет мама отнесется к этому, то, что ругаться. Не надо как бы то, что... И родители учим то, что в плане того, жизнь ребенка дороже всяких гаджетов и остальных материальных каких-то ценностей. Ну, конечно, конечно. Чтобы как бы не ругали, разговаривали. По какой причине? Почему он это сделал? К сожалению, сейчас, да, наступает теплая пора уже, да, и большинство семей стали выезжать на дачи, за город. У нас вот уже в этом году было по всей России достаточно много резонансных поисков. К сожалению, не все поиски завершились, когда мы находим человека живым, как у ребенка. Основная проблема, когда дети погибают в природной среде, это вода. То есть 8 из 10 детей, по нашей статистике, это утонувшие будут. Алексей, а вот вообще в чем заключается успешность поиска и неуспешность поиска? Здесь, во-первых, в сложной работе вместе с органами полиции, с МЧС. Во-вторых, это с оповещением в средствах массовой информации. Ну, не всегда, конечно, такое оповещение требуется, но когда мы ищем ребенка до 11 лет, оно важно. Потом это скоординированность. Оперативность. Оперативность реагирования. И важный момент – это скорость подачи заявки. Потому что, к сожалению, бывают случаи, когда даже на детей мы получаем заявки спустя несколько дней. Это критичное время, когда уже, к сожалению, а кого выбрать, в первую очередь полицию или вас? В первую очередь полицию. То есть мы работаем только тогда, когда есть заявление в полицию. Только так, да? Но в случае с детьми в полиции не откладывают, да? Сейчас, если брать, опять же, картинку 2010 год, когда ТРЭД стартовал, и текущего года, картина, конечно, положительная. Полиция подключается мгновенно, на детей абсолютно реагирует, и задействованы все силы. А взрослые? Вы же тоже занимаетесь поиском взрослых? Конечно, да. Это взрослые больше массы пропавших людей оставляют со взрослыми. У нас разное взаимодействие происходит, да. К сожалению, здесь надо, опять же, смотреть какие взрослые. Если это пожилые бабушки, дедушки, то сейчас они оставлены без внимания во время карантина, опять же. И часто уходят самостоятельно из дома. И теряются, да, таким образом? Да. К сожалению, сейчас еще, опять же, надо показать, что такая статистика увеличилась по бабушкам, дедушкам дезориентированным. А с чем это связано? Тоже вот с самоизоляцией? Да, потому что родственники не приезжают, то есть ставлены без внимания, только контакты по телефону. Фактически бабушка ушла из дома, не взяла с собой телефон. Ну все, так потеряется. Дети позвонили на следующий день только. А здесь процент найденных высок? Да, найденные живыми, всегда процент больше, чем найденные погибшие. А здесь вот что в первую очередь действует? Ориентировки или там сарафаны какой-то радио вы запускаете? Да, вот что помогает найти? И вообще, вот как организуется работа? Здесь у нас есть несколько методик поиска, которые мы подключаем в рамках каждого поиска, мы их задействуем. То есть каждый поиск, по сути, уникальный, нет одинаковых поисков. И эти методики мы, опять же, анализируем ситуацию, понимаем, что лучше здесь будет использовать. Но это же какие-то смежные ведомства тоже, да? Там полиция. Обязательно, конечно. МЧС, да? Обязательно, конечно. Подключаются все службы. Если это лес, точно будет задействована МЧС. Я вот даже знаю, какая-то там техники прочеса леса существует. Ну лес, понятно, да, там ты ходишь, а вот в городе... Картографы работают. Я не представляю, вот если теряется ребенок, Куда? Вокруг ты посмотрел, оббежал, там дом, я не знаю, двор и все. Если потерялся ребенок у вас, да, во-первых, что необходимо сделать, во-первых, не тянуть со временем. То есть если вы понимаете, что уже потерялся ребенок, значит, прошло уже там порядка часа времени, когда... Ну что, звонить вам на горячую линию? Первым делом звоните в 112, оповещаете полицию о том, что пропал ребенок. Дальше, да, звоните к нам на номер 8 800 754 52, номер бесплатной горячей линии, где работают правосудочные операторы, такие же добровольцы, примут заявку у вас, и дальше эта заявка поступит к нам в регион. Дальше мы эту заявку начинаем, примем в работу, отработают наши информационные координаторы, прозвонят заявителя, и дальше будет понятно по алгоритму, что мы будем делать. А поиск начинается практически мгновенно, да? Да, да. То есть, как только падает нам заявка, сразу подключаются ребята. Лучше не тянуть, да? Лучше сразу за полицию и сразу вам звонить. И даже такой слоган внутри отряда «Медлить – значит хранить». То есть, когда... Чем быстрее будет реакция, тем быстрее, возможно, найти человека живым будет. Саша, а вы со взрослым контингентом не работаете, да? Работаем, проводим, родителем, да. Родители имеют. Родительские собрания. Да, да, да. Да, ну а взрослых учить, не уходить из дома, это, конечно, уже... Ну там же еще и по медицинским показаниям, да, тоже вот бабушки, дедушки. Ну да, теряют память. Да, теряют память. Тут еще учи, не учи, да. Ну, опять же, у нас есть рекомендации для взрослых, что необходимо делать для таких бабушек, дедушек дезертированных. Те же самые записочки в карманы, те же самые метки на одежду. по возможности частей с геотрекером, которые помогут отследить. Я вот даже знаю, некоторые родители фотографируют ребенка перед выходом его куда-то. Это очень важно. Это, да, очень важно. Прямо на любое мероприятие, куда вы приходите, сфотографируйте, пожалуйста, своего ребенка и чаще фоткайте своих родителей, пожалуйста. Бабушек, дедушек. Спасибо за такие очень важные, ценные советы. Нам хочется, чтобы у вас работы было как можно меньше. Да, спасибо. Спасибо огромное за встречу. Друзья, мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях были Алексей Кольцов, региональный представитель добровольческого спасательного отряда Лиза Алерт и Александра Фарафонтова, руководитель направления по детской профилактике, «Школа Лиза Алерт». Это «Утро с репортером», и мы продолжаем. Андрей, вот скажи мне, ты когда по телефону общаешься, ты предпочитаешь это делать сидя, может быть, лежа на диване или где-то еще, или активно перемещаясь по квартире? В таком случае ни то, ни то, ни то, ни третий, ни четвертый. Стоя? Стоя в невероятно быстрой темпе, в ритме, в общем, очень даже активно. Это как? Это, это... Я пришлю тебе видео как-нибудь. Это не для широкого круга зрителя. Неожиданный вопрос, да, для раннего? Да, кстати, да. К чему такие вопросы? Ну, просто во время самоизоляции многие начали задаваться вопросом о том, как в домашних условиях свою физическую форму поддерживать и сжигать лишние калории. У меня в этом проблем не бывает точно. Ну, хорошо, друзья, как действительно в этом деле может помочь телефон? Давайте разберемся. Катя, ты знаешь, как в этом деле может помочь телефон? Ну, вот если ритмично передвигаться во время разговора, то калории сжигаются. Ведь если у вас есть привычка болтать сидя или лежа, то от нее срочно нужно избавляться, потому что хотя бы во время телефонной беседы можно израсходовать больше энергии. Специалисты отмечают, что во время неторопливой ходьбы организм сжигает в среднем от трех с половиной до семи калорий в минуту. В общем, я все понял, Катя. Даже дома нужно и можно использовать любой повод для того, чтобы двигаться. Конечно. Поэтому, если вы собрались, друзья, на работу или в магазин, то лучше всего не вызывать лифт, а отправиться пешком. Ты сам ходишь пешком? Хожу. Ничего такого, да, вполне себе. Ну, если подобные полумеры не для вас, то делайте звук громче. Слово Оксане Галиевой и ее рубрики ЗОЖ. Доброе утро. С вами Оксана Галиева, фитнес-дитолог и инструктор женской йоги. Вся наша жизнь – это движение, и каждый длинный путь начинается с одного маленького шага. Сегодня мы его сделаем вместе. Шаг к здоровому образу жизни. Да, здоровый образ жизни включает в себя много аспектов. Также это физическая работа со своим телом. Кто занимается спортом, кто занимается йогой, другими видами, так скажем, работы с своим телом, фитнесом, знают, как важно иметь крепкие лучезапястные суставы. Ну, а также это очень важно для продления нашей молодости, потому что, как показывают исследования, именно старение дегидрационные, так скажем, процессы в наших костях начинаются именно с пальцев рук и с суставов наших запястьев. Сегодня я покажу комплекс на улучшение подвижности и укрепления. Итак, вы можете сидеть на стуле, вы можете сидеть на диване, на рабочем месте. Неважно. Что мы делаем? Мы растираем лучезапястные суставы. Нашли вот здесь две косточки. Там, где у нас обычно крепятся часы, либо браслеты, и начинаем растирать. Делаем это длительно до чувствования тепла. То же самое с другой стороны. Когда мы их растерли, здесь можно, если вы сидите, большие пальчики спрятать и проделать обычные круговые вращения. Но очень важно оставлять локоть на месте, вся ручка на месте, работает только лучезапястные суставы. То есть не локти. Но можно и усложнить. Если у вас есть возможность позаниматься дома на коврике, что мы делаем? Мы с вами встаем в кошечку. Ручки под плечевыми суставами. Ручки, колени под тазобедренными. Достаточно широко пальчики. И что мы делаем? Будет не кошка. Будет работа с зоной лучезапястных суставов. Прямые руки, прямая спинка. И мы начинаем вот такие круговые вращения. Вращение плеч вокруг наших кистей. И то же самое в обратную сторону. Амплитуду можно менять. Можно ее делать больше, либо меньше. Как вам будет комфортно. Но после этого, когда мы их разогрели, улучшили подвижность, можно и поработать. Эти упражнения взяты из сукшуму я-яма. То есть это простые упражнения из йоги. Предтечи йоги. Ручки перед собой крепкие, сильные. Плечи опущены, отведены назад. Широко расставлены пальчики. И мы делаем вот такие движения, словно машем веером, охлаждая себя. Вверх и вниз. Можно делать до 10 таких движений. Затем соединяем пальчики. И то же самое, но здесь уже стараемся дотянуться пальцами до своих предплечий. Тоже 10 дыханий. Это достаточно трудно. Ручки в стороны. Обманываем свой головной мозг, потому что мы уже устаем. Большие пальчики прячем в кулачки. И то же самое мы делаем с кулачками. До 10 таких дыханий. После этого вдох, ручки опускаем. Можно протрясти. Можно также прогладить. И растянуть перед собой. Ставим на тыльную сторону. Стараемся достать запястье до коврика. То есть это не такие движения. Это вот такое. И немножко посидеть. Спокойно подышать. Почувствовать приятную усталость. И эмоции, которые у вас, словно кровоток мышцы энергии, разливаются по всей вашей руке от запястья до плеч. Здесь мы, знаете что? Мы убиваем двух зайцев. Потому что работа с нашими кистями очень хорошо оказывает, хорошее оказывает влияние на работу шейного отдела. А шейное отдел оказывает работу на гинекологическую сферу. Вот так. Все взаимосвязано в нашем теле. Сегодня был вот такой шаг к здоровому образу жизни. Я желаю вам хорошего дня. Катя, сегодня удивительный. Сегодня уникальнейший просто день. Который вряд ли когда-нибудь повторится. Так, так, так. И чем же удивительен этот понедельник? Сегодня для всех 11-ти классников в Ульяновской области произвенит последний звонок. Звонок, который откроет новую страницу их жизни. Ну, а уникален этот день, конечно же, еще и тем, что все мероприятия пройдут в онлайн-формате. Мне, честно скажу, сложно представить, как это будет выглядеть. Ведь для мальчишек выпускной очередной праздник, а девчонки готовятся к нему чуть ли не с 1 сентября. Это ведь надо умудриться предусмотреть все от прически до платья. Ну, кстати, твой выпускной как проходил? Можешь поделиться воспоминаниями своими? Конечно, я помню, как это все было. Хоть это и было давно. Школа, школьный двор. Слезы. Слезы, радости или печали. На самом деле скучаю я по этому времени. Очень жаль, что 11-ти классники нынешние не испытают вот это вот чувство последнего звонка. Да, есть здесь, конечно, свои минусы. Но, друзья, я теперь предлагаю рассказать всем ульяновцам и жителям ульяновской области о том, как же, собственно говоря, пройдет вот в таком именно варианте последний звонок. Ну, будет тоже, что вспомнить. Конечно. Светлана и Анастасия дружат с детства. Вместе занимались танцами, учились, строили планы на будущее. Понятно, что у каждой свое видение того, как оно будет. А вот как оно есть сейчас, печалит одинаково. Вообще, мне обидно, потому что я хотела нормально это отметить, как было это в предыдущие годы. Я хотела вместе с друзьями оторваться на взлетки, чтобы мы погуляли. Встретить вместе с классом рассвет, но, к сожалению, этого не будет. Июнь, июль или август. Когда же все-таки состоится ЕГЭ? В пору гадать, если не на ромашке, то хотя бы на сирене. Изначально в качестве отправной точки указывалось 8 июня. Затем Министерство просвещения на своем сайте указало новую дату, август, без конкретики. Сейчас регион внес поправки, и речь идет уже о конце июня. Когда же все-таки? Это очень сильно расслабляет, потому что поменялся весь режим. Не получается нормально подготовиться, потому что хочется и сериал посмотреть, и погулять, и с друзьями пообщаться. Ура, конкретика! В недавнем своем обращении глава государства назвал таки сроки проведения ЕГЭ. Стартуем 29 июня. Соответственно, чуть позже начнутся и приемные кампании в вузах страны. Подать документы впервые можно будет дистанционно. Также на удаленной основе предстоит аттестация тем, кто уже носит гордое звание студента. Безусловно, волнение включенных в процесс зашкаливает, а телефоны Alma Mater звонят в режиме нон-стоп. Неизвестность, неопределенность. Как? А получится ли? А не пострадают студенты от этой технологии, от этой процедуры. Неизвестность, неопределенность. А это всегда пугает. Когда человек, это уже когда-то проходил, у него появляется опыт, он уже это знает. А здесь все впервые. А все, что впервые, оно психологически всегда сложно воспринимается. Отточить удаленный формат поможет предшествующая сессия. Единственный госэкзамен или только защита дипломной работы, выбор за руководящим составом вуза. Так что пока задача для студентов подтянуть хвосты виртуально. Сценарии сдачи на преподавателях и руководстве Alma Mater. Волгу, помимо альтернативы онлайн, обзавелись резервной для выпускников с ограниченными техническими возможностями. Таким, как вариант, откроют аудитории. Заходят в аудиторию, по рассредоточенному временному графику. Соответственно, они также и подъезжают в университет, чтобы не создавать скученности ни в коридорах, ни на других территориях университета. В аудитории находится только секретарь Государственной экзаменационной комиссии, который осуществляет так называемый прокторинг, то есть идентификацию личности, ну и следит за поведением самого студента. А также ведет протокол итоговой аттестации. Аудитория оборудована экраном и видеокамерой. Непосредственно комиссия по домам и на экране монитора. Примерно так же может пройти вручение дипломов, а выпускной уйдет в онлайн. Единый дистанционно торжественный вечер для выпускников всех высших учебных заведений региона намечен на 11 июля. Но это не точно. Ну, мы надеемся на то, что если, например, будут возможны небольшие праздничные какие-то мероприятия, не массовые, а, допустим, до 30 человек, когда мы можем все-таки собраться в нашем фойе тарелки, допустим, соблюдая дистанцию полтора или два метра, но тем не менее это для группы или для небольшого потока общее собрание. Возможно, это будет для нас допустимо с точки зрения наших мероприятий. Тогда все будет организовано по-другому. Мы в любой момент с удовольствием отступим научное общение с нашими студентами, преподавателями. Честно сказать, все очень соскучились друг по другу. Ну, а сегодня, 25 мая, последний звонок онлайн прозвенит для выпускников всех ульяновских школ, лицеев и гимназий. Доброго и счастливого пути! Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов. Утро с репортером. Андрей, скажи мне, какие у тебя ассоциации всплывают, когда ты слышишь слово «психолог»? Психолог? Ну, табличка на двери в школе психолога, она такая была, какая-то ярко-красного цвета, и мимо этой двери хотелось пройти мимо. Почему же? Не зубной кабинет все-таки. Не знаю, как-то мне... Один раз я был у психолога в школе, как-то, не знаю, не очень позитивно мне это вспоминается. То есть удобный диван, кресло и голос специалиста, который говорит, присаживайтесь, устраивайтесь поудобнее. Тебя нет? Лично ко мне этот голос не имеет никакого отношения, в свой адрес я его не слышу, поэтому... Вот такой, как мне кажется, кинематографический образ получился емкий и привычный, а тем временем само слово «психолог» происходит от двух древнегреческих слов «душа» и «знание». Действительно, друзья, ведь это специалист, занимающийся изучением проявлений способов и форм организации психических явлений личности в различных областях человеческой деятельности, а также целью оказания психологической помощи, поддержки и сопровождения. Вот на последних аспектах я предлагаю остановиться о слове нашему психологу Сергею Фролову. Здравствуйте! Мне часто задают один и тот же вопрос. Как полюбить себя? Вот список, который сейчас я вам расскажу. Первое, что необходимо сделать для любви к себе, это составить список 100. Он так и называется. Составьте список 100 пунктов, за которые вы себя полюбите. Пишите, например, «Сегодня вы составили всего лишь 5 пунктов, завтра еще 5, послезавтра 10» и так далее. Допишите все свои пункты до уровня 100. Можно даже и больше. Чем больше, тем лучше. Это первое упражнение, которое поможет вам справиться и прийти к любви к себе. Следующее. Благодарите. Благодарите все, что есть у вас в жизни. Вы, ваш диплом полученный, ваши друзья, ваши коллеги, ваша работа. Вся ваша жизнь – это благодарность к миру. Следующее, что необходимо будет сделать, это каждые 3 месяца у вас должна появляться новая вещь. Не важно, что это будет. Банальная ручка, либо купленный диван, либо купленная рубашка. Но каждые 3 месяца делайте себе поощрение в этом. Следующее. Это делайте то, похвалите себя за каждую вашу вещь, что вы делаете в жизни. Пример. Например, вы заправляете кровать. Похвалите себя за то, что вы это делаете. Сегодня вы пошли и сделали себе кофе. Похвалите себя тоже за это. Завтра вы сделали свою работу. Вам что-то пришло очень хорошее. Похвалите себя за это тоже. Похвала, она тоже влияет на самооценку вашего организма. Картину дня дополнят региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Пандемия коронавируса всех разогнала по домам. Люди переместились за монитором компьютеров и дисплеем гаджетов. Почти все перекочевало онлайн. Обучение, работа, праздники и, конечно, досуг. Безопасность в приоритете, но удержать детей дома сложно. Мы понимаем, что у них нет возможности активно выходить за пределы дома, так как хотелось бы и нам, и семьям, и самим детям. Поэтому для детей активно продолжают работу в онлайн-режиме различные конкурсы, онлайн-олимпиады, общественные движения. Используя современные технологии, регион добился предоставления детям качественного, а самое главное, безопасного образования. Занятия в интернете, выпускные через видеоконференции. Впереди лето. Отдых планируется в двух режимах. Сидеть дома, конечно, хорошо, но для детей этого явно недостаточно. Возможно, мы с 1 июля откроем летние лагеря. По крайней мере, Министерство просвещения Российской Федерации рекомендует уже вслух начать летнюю строительную кампанию в регионах с 1 июля. Самоизоляция хоть и спасает от коронавируса, но положительно на здоровье растущего организма точно не сказывается. Решение о входе лагерей в рабочий ритм принимает регион. Действовать нужно осторожно, открывать все сразу нельзя. Вместе с тем, мы понимаем, что сегодня главная наша задача это подготовка к открытии стационарных, загородных, оздоровительных лагерей с учетом дополнительных требований Роспотребного отзора, а также определение возможности открытия школьных лагерей с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. Эта работа начнется практически сразу после появления рекомендации Роспотребного отзора. В целях безопасности смена придется сократить с 21 до 14 дней. В один заход планируется задействовать больше 100 медицинских работников, специально подготовленных к работе в условиях коронавируса. Около 23 миллионов рублей потребуется на дополнительные дезинфекционные мероприятия. Открытие детских лагерей в такое непростое время. Затем амбициозное, сложное, ответственное, но возможное. Осторожность и бдительность позволят детям как следует отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом. Павел Патряков, Валерий Клочков, репортер 73. Разработками тест-систем в области генетики компания занимается уже 8 лет. Благодаря богатому опыту на создание теста ушел всего месяц. Следующий шаг наращивание производства и выход на уровень 2 миллиона тестов в месяц. Запрос имеется. Разработками ульяновских ученых уже заинтересовались как в соседних регионах, так и за рубежом. География обширная. Казахстан, Ирландия, Швеция и США. В первую очередь мы будем поставлять в Ульяновскую область. И видели, что первая партия была именно для Ульяновской области предназначена. Также наши соседи активно интересуются. Ну и в следующую очередь я думаю, что это будет Москва и другие крупные регионы. Основные преимущества нового теста высокая чувствительность на уровне от 96 до 100 процентов и небольшое по сравнению с аналогами время проведения анализа порядка двух часов. Структурно тест-система это пять пробирок. Две положительного контроля, одна отрицательного, фермент и праймеры для анализа. Тест позволяет определять болезнь в инкубационном периоде и на самых ранних стадиях. Цену на новую систему пока не раскрывают. Это будет не самая дорогая тест-система, но и не самая дешевая. Дело вот в чем. Самая дешевая тест-система на российском рынке не имеет всех компонентов для проведения анализа. То есть там только финальная часть, только ПЦР-диагностика. Мы в свою тест-систему вкладываем и набор для выделения РНК, и фермент обратную транскриптазу, и сам ПЦР-набор. Поэтому он в принципе не может быть самым дешевым. В общей сложности 10 тысяч тест-систем будет передано для нужд медицинских учреждений Ульяновской области. 5 тысяч в мае и 5 тысяч в следующем месяце. В первую очередь безусловно будут обеспечены данными тест-системами все группы риска. Это наша основная задача. Это медики, это люди старшего возраста, люди с показаниями, с признаками заболеваний. Это волонтеры, все, кто работает соответственно с населением, высококонтактные специалисты. Но еще раз повторяюсь, безусловно, в первую очередь мы будем обеспечивать наши областные государственные учреждения и предоставлять тест-системы бесплатно. В ближайшее время новые тест-системы поступят в медицинские учреждения региона и внесут свой вклад в победу над заполнившим мернедугом. Алексей Сорокин, Юрий Давыдов, репортер 73. Первым делом экипировка, проездной билет потом. Маски и перчатки теперь на Ульяновском автовокзале должен надеть каждый и кассир, и водитель, и пассажир. Чтобы вирус не прошел, всем входящим в здание измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком. В автобус без средств защиты не пускают. Средствами защиты нас обеспечивают. У нас и маски нам дали, и перчатки дали. Но насчет того, что страшно, конечно, страшновато. Все-таки такая болезнь. Ну, работаем. Спрятать руки от посторонних теперь обязанность каждого. Строгие меры люди приняли положительно, ведь это не только их здоровье и безопасность. Следование общим правилам прямой путь к победе над вирусом. Люди у нас молодцы, реагируют все положительно. Все говорят, да-да-да, мы согласны, мы будем исполнять. Я думаю, они очень важны, особенно в общественных местах, где, например, вокзал. Людей очень много, и производится дезинфекция, люди масочки одевают, перчатки. Сам автовокзал начищают до блеска, обрабатывают антисептиком все, к чему могут прикоснуться люди. Полы моют несколько раз в день. Сидения автобуса и поручни скрипят от чистоты, водители лично следят за порядком в салоне. Помещение, территория вокзала, значит, каждые два часа у нас работники выходят, моют полы, протирают специальным хлористым раствором, протирают ручки, подоконники. Ослабляется режим самоизоляции, ужесточаются меры предосторожности. Справедливо, ведь ульяновские больницы продолжают пополняться больными коронавирусом. Да и в Минздраве Россия отметили, о завершении эпидемии говорить пока рано. Близко, доступно и под четким контролем профессионалов. Пункт здоровья мостовая слобода это одновременно ФАБ, спортивный зал и творческий клуб по интересам. Площадка небольшая, но многофункциональная. Здесь проводятся групповые занятия спортом, и вот там, если посмотреть, стоят тренажеры, можно на них тоже позаниматься. Проводятся занятия йогой, и даже можно сходить на массаж. И что самое главное, все это абсолютно бесплатно. Здесь особенно ждут инвалидов и пенсионеров. Для них созданы все условия, как для комфортного занятия спортом, так и для проведения полноценной физиотерапии. Для остальных двери пункта здоровья также открыты, но в специально отведенное время. Заниматься могут все категории граждан. Мы не против, мы только за, чтобы молодежь ходили, чем они где-то будут по углам. Но конкретно услуги мы оказываем только пенсионерам либо инвалидам. Спектр услуг эксклюзивен. Помимо адаптивной физкультуры и аппаратного массажа, здесь можно получить юридическую и психологическую помощь. Я постоянно занимаюсь, мне это очень нравится. Стимул вообще огромен. Я себя чувствую хорошо в плане здоровья, в плане веса, в плане вообще... Вот вы знаете, самочувствие совершенно другое. Ощущение самое-самое лучшее. Потому что я начала ходить с самого начала. Первое, что я посвящала, это йога. Конечно, для меня, для нашего возраста все равно мы как бы стоим и не двигаемся уже, когда выходим на пенсию. А йога, она дает то, что мы себя ощущаем намного лучше. В скором времени откроется еще один корпус. Сегодня помещение подготавливается, ведутся ремонтные работы. Ныне имеющийся пункт переформатируют для проведения культурных мероприятий. Все остальные услуги переедут в новое помещение. Такое разделение позволит увеличить количество и время оказываемых услуг. Максим Бажанов, Геннадий Бухтояров, репортер 73. С 4 тысяч грузовиков до 2 тысяч в год. Резкий спад производства на фоне пандемии ощутил завод ИСУЗУ. Чтобы не останавливать работу, соблюдать все санитарные нормы, отменены все совещания, запрещены командировки. Но убытки все же несут. Начиная с мая месяца мы перешли на односменный режим работы. Ранее предприятие работало в одну смену. И предложили частично сотрудникам выбрать некий компенсационный пакет для того, чтобы уволиться по соглашению сторон. Да, такое действительно было предпринято. Для пострадавших отрасли это малый и средний бизнес, туризм, гостиницы, общепит, непродовольственная розница. С 1 мая оказывают помощь. На каждого рабочего субсидия 12 тысяч, 130 рублей. С начала года уровень безработицы в Ульяновской области увеличился в пять раз. И сейчас на учете в бирже труда 13,5 тысяч человек. В список попала и Юлия Тимофеева. На ее предприятие, как и на многих других, сократили работников. В апреле встала на биржу. Мне посчитали максимальное пособие по безработице. И дополнительно получаю по 3 тысячи рублей на каждого ребенка. У меня двое детей. И, соответственно, получаю дополнительно 6 тысяч рублей. Тем, кто потерял работу с 1 марта и встал на учет в Центр занятости в апреле, мае и июне. Автоматически выплатят пособие по верхней планке. А именно в размере МРОД 12 тысяч, 130 рублей. Плюс более 700 безработных родителей Ульяновской области получат по 3 тысячи за каждого ребенка. До 31 декабря текущего года встать на учет в Центре занятости населения можно только онлайн и двумя способами. Через госуслуги и сайт Работа России. Сделать это можно прямо через телефон, был бы интернет. Здесь необходимо заполнить свои личные данные в разделе встать на учет в качестве безработного. Здесь же можно разместить свое резюме и найти вакансию. Ульяновское отделение Куйбышевской железной дороги одно из немногих предприятий, которое не прекращало свою работу коронакризис. На предприятии у нас производится ступенчатый контроль проверки температуры значит на входе и непосредственно уже у мастеров мастера ведут журналы замеры контроля температуры. Производится дезинфекция помещения каждые 4 часа. Рынок труда после пандемии станет более гибким, говорят эксперты. Некоторые предприятия так и останутся в онлайне. Для кандидатов важнее станет обучаемость и желание работать. Многие фирмы там малые, средние, индивидуальные предприниматели по существу тем, кто оказывает какие-то услуги. Возможно, им дистанционный формат работы он будет легче и удобнее и после окончания вот этой кризисной ситуации связанной с коронавирусом и таким образом они там сэкономят те деньги, которые сейчас они тратили допустим на аренду там помещения. Реальному сектору экономики по-прежнему необходимы работники. Востребованы вакансии инспектор, водитель, пособный рабочий и врач. Сейчас на сайте центра занятости 12 тысяч вакансий. Марина Тимофеева, Валерий Кулачков, Константин Никитин, репортер 73. Где купить рассаду в Ульяновске? Городской центр по благоустройству и озеленению делает все, чтобы у каждого жителя Ульяновска распустились прекрасные цветы и созрел богатый урожай. Качественная, здоровая рассада цветов позволяет создать неповторимые клумбы на частных участках и реализовать смелые дизайнерские проекты. А многообразие овощных культур удовлетворит запросы самых взыскательных садоводов. Добрые руки сотрудников бережно высаживают семена в землю и окружают их заботой и любовью, чтобы на каждом дачном участке выросла крепкая и здоровая рассада. А профессиональные агрономы внимательно контролируют качество продукции. Фирменные магазины городского центра по благоустройству и озеленению реализуют широкий ассортимент комнатных цветов, букетов, овощной и цветочной рассады во всех районах города Ульяновска. Улица Кирова 12А, рынок Южный, улица Камышинская 19, проспект Гая 87, проспект 50-летие ВЛКСМ 10, проспект генерала Тюленева 5, официальный сайт горцентр73.ру контактные телефоны 790971-370163. Планируйте свое путешествие заранее с новым прямым рейсом С-7 Airlines в Москву. Препарат Гриппферон это профилактика и лечение простуды и гриппа даже для будущих мам и малышей с первых дней жизни. Наступает время создавать новое, время оттачивать свое мастерство, быть безупречным в детали, лучшим из лучших. ГРОС. Гарантия совершенства. ГРОС. По данным сайта Гесметио, 25 мая в Ульяновске переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха по области ночью плюс 9-13, днем 16-20 градусов со знаком плюс. В Ульяновске ночью от плюс 10 до плюс 12 градусов, днем 17-18 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ по телеурокам. На телеканалах Репортер 73, 21-я кнопка и ОТР. Девятая кнопка стартует третья неделя уникального образовательного проекта. Ежедневно с понедельника по субботу с профессорами и преподавателями университетов разбираем основные вопросы и ошибки. Начало в 8.00. Пропустили? Ищите нужный урок на нашем сайте Ну а в нашем утреннем эфире своими секретами подготовки к единому госэкзамену традиционно делятся выпускники прошлых лет. Всем привет! Меня зовут Садыкова Алина и в том году я сдала ЕГЭ на самый высокий балл в нашей школе. А именно на 258 баллов. Сегодня я бы хотела поделиться некоторыми советами подготовки к этому экзамену. Начну с математики. Это был единственный предмет с выставленными баллами, по которому я была не согласна. Изначально мне поставили 74 балла, хотя я решила всю первую часть, длигонометрию, неравенство и экономическую задачу. Я была уверена в каждом из этих трех заданий. Теперь по порядку. Начну с неравенства. Мне поставили 0 баллов за то, что я неправильно решила ОДЗ, а именно квадратное уравнение. Неправильно нашла корни. Поэтому я советую вам перепроверять все, что только можно, даже самое простое, на ваш взгляд. Также мне поставили один балл из двух за тригонометрическую задачу. Я была очень удивлена и расстроена. Но как это так? Тригонометрию я решала очень много и была уверена, что именно за это задание у меня будет максимальный балл. Я сразу побежала смотреть бланки ответов. Я смотрела и не могла понять, за что же снизили балл. Я позвонила Зоне Николаевне и попросила забраться в этой ситуации. Она просмотрела мои бланки ответов и сказала, да, действительно, балл нужно было дать. Она посоветовала подать мне апелляцию о несогласии с выставленными баллами. Ну, так я и сделала. Я на самом деле очень боялась и думала, что мне придется куда-то ехать и что-то кому-то доказывать. Но нет, я просто пошла в школу. Мы с Татьяной Юрьевной подали заявку, нам ее одобрили. Через некоторое время мне вернули мой балл. Также бы я хотела порекомендовать вам один канал на Ютубе, благодаря которому я набрала свой высший балл за экономическую задачу. Канал называется Extra Team и действительно он очень полезный. Я рекомендую вам посмотреть хотя бы пару видео. Гораздо выше у меня был балл по русскому языку. Мне поставили 91 балл, но нарадалась я достаточно. Я бы хотела, чтобы вы посмотрели канал Иришу на Ютубе. Эта девушка разбирает очень много классических русских произведений и ищет в них проблемы. Будет очень полезно посмотреть, так как пример, приведенный из литературы, я считаю, намного лучше, чем пример из фильмов, сериалов, придуманных примеров и так далее. В общественном знании у меня был такой же высокий балл, как и по русскому. 91 балл. На самом деле я не была удивлена этому баллу. Я на него рассчитывала и именно такой балл я и хотела. 90+. На этом я завершила свое видео. Я рассказала вам то, что я считаю может помочь вам набрать высокие баллы. Вам остается только готовиться, не переживать, высыпаться. В день перед экзаменом лучше лечь пораньше и встать пораньше, чтобы посмотреть на те варианты, которые скинет Дальний Восток и возможно что-то там повторить. Я думаю, это будет очень полезно. Все. Всем успехов. Ну что, друзья, сегодня понедельник, а это значит, что по традиции мы вновь приглашаем вас заглянуть за кулисы театра. Сегодня свои секреты нам раскроет студенческий театр. Третий звонок, занавес поднимается. Не за зарплату и не ради славы студенты делают театр для души и от души. Политеховская тарелка магическое место, которое объединяет всех творческих людей университета. Технари искусства уважают и проект создания своего студенческого театра конечно поддержали. Светлана Геннадьевна Сернова сама будучи студенткой тогда еще Политехнического института играла в любительском театре. Поэтому опыт был. В 2012 году я решила в очередной раз сделать театр. У меня было уже две попытки. Одна из них была достаточно успешная. Мы делали спектакли. Но театр достаточно быстро прекратил свое существование. Про вторую попытку даже рассказывать не хочу. Там что-то вообще ничего не получилось. А вот этот ребенок третий по счету он как-то вот все сложилось удачно и мы начали работать. Сразу пришли хорошие ребята и как-то все пошло 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 встало на рельсы в сочетании с тем что технический университет нас всегда поддерживал. Это давно известно что технари любят искусство. И как-то все зародилось и не хочется пока что не хочется прекращать. Вот это самое главное. Отсутствие театрального образования у художественного руководителя не мешает работе а напротив помогает. Здесь играют как чувствуют. Светлана Геннадьевна только лишь направляет и прививает любовь к искусству. Талант здесь значение имеет но все же в первую очередь важно желание. Каждая роль которую я играю она позволяет прожить жизнь которая не принадлежит мне но хотя бы на пару моментов когда ты репетируешь выступаешь ты ее проживаешь. Что ты чувствуешь выходя на сцену страшно все ножки дрожат это очень непередаваемо. Очень хорошо что в труппе есть ребята разного уровня есть ребята которые уже реально что-то умеют и как мне кажется у меня есть такие ребята которые вот прям сейчас бы пошли и взяли бы на второй третий курс любого театрального вуза с дорогой душой любого вуза театрального даже в московского вот очень хорошо что ребята общаются между собой они учатся друг у друга поэтому ну как сказать тут как в большой семье пример старших он должен быть обязательно положительный пример Труппа студенческого театра не маленькая но в спектаклях заняты все иногда приходится готовить по два состава на одну и ту же постановку чтобы никого не обидеть и каждому дать возможность раскрыться на сцене так сложилось что вот этот вид спорта полномасштабные спектакли он сразу стал основным мы конечно делали какие-то и мелочи и ребята выступали на фестивале например студенческая весна и в сольных в сольных номинациях ну по типу художественное слово но я считаю а я режиссер что полноценный длинный спектакль это интереснее всего вот и у нас за 7 лет вот это будет будет седьмой спектакль так что магия чисел просто какая-то бюджет любительского театра хоть и невелик но со студентов деньги на костюмы и декорации не собираем смеет Светлана Свернова университет всячески поддерживает задумки художественного руководителя для спектакля потомок нужна была ржавая железяка я пошла в наш университетский гараж и мне там дали ржавую железяку я пришла описала что мне нужно и мне дали то что мне хочется я не могу сказать что нас золотом осыпают нет конечно одним из самых масштабных и затратных по сценографии и костюмам спектаклей получилась очень простая история пьеса драматурга Марии Ладо уже много лет ставится на театральных подмозгах страны но студенты-любители сыграли эту историю не хуже профессионалов пусть не так драматично а где-то даже немного наивно главное что от души история называется простой но так ли это на самом деле сюжет очень жизненный двое молодых влюбленных незапланированная беременность страх неизвестности и сложный выбор а что будет если а ты пакостник может тоже скажешь что я убиваю кого что вы нет вовсе сейчас же это нормально все так делают если не вовремя ничего ныть да слышь перестань обойдется тебя вы туда больно я готов куда хочешь кому нужна твоя готовность мозги-то где были а с другой стороны можно прям вот легитимно брать слово простая в кавычки не просто очень простая а очень простая апострофы история почему потому что явно присутствует некий ну я не хочу сказать мистический фантастический я бы сказала элемент говорящие звери которые реально пытаются решить проблему и так далее так же не бывает не бывает а у нас бывает ну за это мне кажется все и любят театр вот именно вот из-за это что можно побывать там где ты никогда не бывал ульяновск стильный ульяновск креативный что ты андрей на меня так удивленно смотришь разве не так я почему все так я не смею просто с тобой спорить кать тем более что в креативной копилке ожидается прибавление ульяновске конечно пройдет открытый молодежный конкурс на лучший архитектурный проект город глазами молодых проведут его по двум номинациям лучшее решение уникального молодежного пространства и лучшее архитектурно-дизайнерское решение въездных знаков в Ленинске Засияжске Железнодорожные и Заволжские районы но если говорить о первой номинации то конкурсная комиссия оценит выразительность гармоничность сочетания проектируемого пространства с существующей средой и доступность для маломобильных групп населения ну а вот в деле въездных знаков районы города на первом месте конечно же оригинальность кстати победителя выплатят премию 30 тысяч рублей замечательно но пока друзья мы этого только ждем о стиле о современных трендах нам сегодня поведают в своей рубрике стиль Валерия Лобода есть слово Доброе утро дорогие телезрители я вновь приветствую вас в рубрике стиль и сегодня мы поговорим с вами о том как выполнить зонирование в длинных и узких комнатах на самом деле это можно сделать не только с помощью напольных покрытий или например декоративных напольных покрытий таких как ковры это еще и можно сделать с помощью мебели цвета а также специально выстроенных перегородок как показано в этом примере я сейчас нахожусь в зоне отдыха а рядом со мной буквально через 10 сантиметров слева от меня находится другая зона отдыха например для гостей все максимально просто и легко такую перегородку можно выстроить самим и обустроить себе например очень уютный скромный тихий спокойный уголок на балконе который также может стать продолжением вашей комнаты и м м Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Во-первых, с точки зрения нашего отряда, мы, конечно, в этом плане проводим занятия по профилактике, в том числе, но основной акцент мы делаем на взаимодействии с преподавательским персоналом, с родителями взаимодействия. Мы проводим родительские собрания, в том числе, в рамках профилактики. Это в школах? В школах, да, организуем. Вот, Александр, вот это ваше направление. Как проходит профилактика? У нас родители, большинство даже учителя сами оставляют заявки по горячей ленину телефона, чтобы мы провели с детьми беседу, чтобы ребенок знал, как себя вести, когда он теряется в торговом центре, на остановке, на улице. Когда большинство детей же тоже пытаются, пропадают, конечно, и когда детей уводят, чтобы ребенок знал, кто такой незнакомый, что с ним нельзя уходить ни под каким предлогом. Когда в лес собираются с родителем, каким ей с собой надо брать вещи, чтобы непосредственно было у ребенка, если, конечно, не дай бог, в лесу потеряется. Чтобы, как говорится, у него были те вещи, пока его будут искать. Это вода, курточка тепленькая, чтобы, как говорится, было. А кто вы, то есть конкретно вы проводите, да, такие беседы? Я провожу девочки, у меня проводят. У нас четыре активных инструктора. Есть девочки, которые как бы могут только в свои выходные дни, но в основном все заявки поступают, это во время учебных занятий. Классный час нам освобождают или дают какой-то урок. Лекция у нас проходит 40 минут в час. Берем только один класс. Больше детей одного класса не берем. Саша, то есть я понимаю, вы именно свое внимание сосредотачиваете на такой, на просветительской деятельности, да, на профилактической. Да, очень нравится. Ну, понятно. Мне это очень интересно, это после лекции, когда они подходят, это обнимашки, это действительно детская такая искренняя благодарность. Конечно. Не знаю, ничем не заменить. Конечно. А вот так скажем, вот в полях, это кто у нас действует? Сколько человек, да, у нас работает? Сколько человек, да, у нас работает? Ну, на самом деле, скажем так, все, кто у нас состоит в отряде, это обычные добровольцы, волонтеры, которые по собственной инициативе пришли в отряд. У них, кроме этого, есть своя работа, есть свои семьи, есть там какие-то свои обязательства, кроме этого. И свободное от этих обязательств время и работы, семьи, они посвящают поискам. Поиски у нас случаются в разное абсолютно время. Заявка к нам на поиск пропавших может упасть и в три часа утра. И люди, которые выезжают в леса, можно сказать, основной состав отряда, это порядка ста с небольшим человек, которые присутствуют у нас сейчас в Ульяновске. Они, конечно, большая масса сосредоточены в Ульяновске. Но есть люди из Димитровграда, с районов в том числе, ребята есть, которые подтягиваются на поиски. Да, в районах тоже пропадают ведь. Да, районы, как бы, это основная проблема, это леса. Леса, да, вы сказали, леса. У нас в городе, наверное, все-таки другая немножечко, да? Ну, сейчас вот сезон, да, такой вот грибной сезон. Да, то сезон наступает. Это же, наверное, особая такая зона опасности. Да, сезон подкрадывается, мы к нему стараемся быть готовы в этом году. Но в связи с тем, что начались такие вот гарантийные мероприятия, к сожалению, мы вынуждены не проводить обучающие программы для обучения новых добровольцев. Только все будет перенесено в онлайн. И добровольцы обучаются уже по факту на местности, вот приехав на сам поиск. Ну, ты вот, Катя, хотел спросить. Да, вот в городе. Да, наверное, не про лес, а вот какие страшные места, какие опасности, риски. Вообще в городе, если брать нашу статистику, у нас соотношение городских поисков к лесным, это 9 городских, 1 лесной поиск. То есть, ну, грубо говоря, 10% это леса у нас составляет. Основные проблемные моменты в городе здесь, если брать, опять же, по детям, ребенок может увлечься каким-то объектом, уйти куда-либо, да, просто синтересовавшись. То есть, если мы рассматриваем детей, там, 3-7 лет. Дети постарше, допустим, подростки от 12 лет, они уже стремленно в основном сами уходят. Ну, скажем так, исследовать мир, да, как мы это называем. И этих подростков, самостоятельно уходящих, мы на нашем профессиональном жаргоне называем бегунками. К сожалению, в связи с карантинным мероприятием количество бегунков увеличилось. Увеличилось? Да. Детям нужно куда-то девать энергию. Свободы не хватает. И в четырех стенах, к сожалению, нигде реализовать. Ну, а вот находится ребенок, а с ним потом... Как вот находится тоже. Как он находится, и потом как с ним какая-то тоже вот беседа происходит, какие-то наставления даются ему. С нашей стороны, конечно, наша задача найти ребенка. Все, что происходит, и передать его желательно живым, здоровым родителям, полиции и так далее. Но если наше пожелание, которое в основном действует, когда мы находим детей, родителям, мы говорим, что пожалуйста, не ругайте. Пожалуйста, не... вот все разбирайтесь, почему он пропал, и оставьте именно потом, спустя время, когда все уляжется у вас, и потом поговорите по тихому. Да, чтобы ребенок мог назвать, по какой причине он это сделал. Потому что вот мы тоже проводим родительские собрания для родителей. Мы им объясняем, как себя надо вести, если, например, не дай бог, ребенок убежал, то что вот его нашли, то что не надо ругать. Какая причина? Потому что дети некоторые тоже бывают у всех дорогие гаджеты. Разбил, уронил, как будет мама отнесется к этому, то что ругаться. Не надо как бы то, что... И родители учим то, что в плане того, жизнь ребенка дороже всяких гаджетов и остальных материальных каких-то ценностей. Ну, конечно, конечно. Чтобы как бы не ругали, разговаривали. По какой причине? Почему он это сделал? К сожалению, сейчас наступает теплая пора уже, да, и большинство семей стали выезжать на дачи, за город. У нас вот уже в этом году было по всей России достаточно много резонансных поисков. К сожалению, не все поиски завершились, когда мы находим человека живым, как у ребенка. Основная проблема, когда дети погибают в природной среде, это вода. То есть 8 из 10 детей, по нашей статистике, это утонувшие будут. Алексей, а вот вообще в чем заключается успешность поиска и неуспешность поиска? Здесь, во-первых, в слаженной работе вместе с органами полиции, с МЧС. Во-вторых, это с оповещением в средствах массовой информации. Ну, не всегда, конечно, такое оповещение требуется, но когда мы ищем ребенка до 11 лет, оно важно. Потом это скоординированность, оперативность реагирования. И важный момент – это скорость подачи заявки. Потому что, к сожалению, бывают случаи, когда даже на детей мы получаем заявки спустя несколько дней. Это критичное время, когда уже, к сожалению, уже... А кого выбрать в первую очередь, полицию или вас? В первую очередь полицию. То есть мы работаем только тогда, когда есть заявление в полицию. Только так, да? Но с детьми, в случае с детьми в полиции не откладывают, да? Сейчас, если брать, опять же, картинку 2010 год, когда ТРЭД стартовал, и текущего года, картина, конечно, положительная. Полиция подключается мгновенно, на детей абсолютно реагирует, и задействованы все силы. А взрослые? Вы же тоже занимаетесь поиском взрослых? Конечно, да. Это взрослые больше массы, скажем так, пропавших людей оставляют. Со взрослыми у нас разные, просто разное взаимодействие происходит, да. К сожалению, здесь надо, опять же, смотреть какие взрослые. Если это пожилые бабушки, дедушки, то сейчас они оставлены без внимания во время карантина, опять же. И часто уходят самостоятельно из дома. И теряются, да, таким образом? Да. К сожалению, сейчас еще, опять же, надо показать, что такая статистика увеличилась по бабушкам, дедушкам дезориентированным. А с чем это связано? Тоже вот с самоизоляцией? Да, потому что родственники не приезжают, то есть ставлены без внимания, только контакты по телефону. Но, фактически, бабушка ушла из дома, не взяла с собой телефон, там дети позвонили на следующий день только. А здесь процент найденных высок? Да, найденные живыми, всегда процент больше, чем найденные погибшие. А здесь вот что в первую очередь действует? Ориентировки или там сарафаны какой-то радио вы запускаете? Да, вот что помогает найти? Да. И вообще, вот как организуется работа? Здесь у нас есть несколько методик поиска, которые мы подключаем в рамках каждого поиска, мы их задействуем. То есть каждый поиск, он, по сути, уникальный, нет одинаковых поисков. И эти методики мы, опять же, анализируем ситуацию, понимаем, что лучше здесь будет использовать. Но это же какие-то смежные ведомства тоже, да? Там полиция. Обязательно, конечно. МЧС, да? Да, обязательно, конечно. Подключаются все службы. Если это лес, точно будет задействована МЧС. Я вот даже знаю, какая-то там техники прочеса леса существует. Ну лес, понятно, да, там ты ходишь, а вот в городе... Картографы работают. Я не представляю, вот если теряется ребенок, куда? Вокруг ты посмотрел, оббежал, там дом, я не знаю, двор и все. Если потерялся ребенок у вас, да, во-первых, что необходимо сделать, во-первых, не тянуть со временем. То есть если вы понимаете, что уже потерялся ребенок, значит, прошло уже там порядка часа времени, когда... Ну что, звонить вам на горячую линию? Первым делом звоните в 112, оповещаете полицию о том, что пропал ребенок. Дальше, да, звоните к нам на номер 8 800 754 52, номер бесплатной горячей линии, где работают правосудочные операторы, такие же добровольцы, примут заявку у вас и дальше эта заявка поступит к нам в регион. Дальше мы эту заявку начинаем, примем в работу, отработают наши информационные координаторы, прозвонят заявителя, и дальше будет понятно по алгоритму, что мы будем делать. Но поиск начинается, ну, практически мгновенно, да? Да, да. То есть как только падает нам заявка, сразу подключаются ребята. Лучше не тянуть, да? Лучше сразу за полицию и сразу вам звонить. И даже такой слоган внутри отряда «Медлить значит хранить». То есть когда, чем быстрее будет реакция, тем быстрее, возможно, найти человека живым будет. Саша, а вы со взрослым контингентом не работаете, да? Работаем, проводим, родителем, да. С родителями, да. Родительские собрания. А, ну понятно, родительские собрания, да, да, да. Да, ну а взрослых учить, не уходить из дома, это, конечно, уже... Ну да, но там же еще и по медицинским показаниям, да, тоже вот бабушки, дедушки, мы знаем, что... Да, теряют память, тут еще учи, не учи, да. Ну, опять же, у нас есть рекомендации для взрослых, что необходимо делать для таких бабушек, дедушек дезинфицированных. Те же самые записочки в карманы, те же самые метки на одежду, по возможности частицы с геотрекером, которые помогут отследить. Я вот даже знаю, некоторые родители фотографируют ребенка перед выходом. Это очень важно. Это, да, очень важно. Это важно, прямо на любое мероприятие, куда вы приходите, сфотографируйте, пожалуйста, своего ребенка и чаще фоткайте своих родителей, пожалуйста, бабушек, дедушек. Спасибо за такие очень важные, ценные советы. Нам хочется, чтобы у вас работы было как можно меньше. Да, спасибо. Спасибо огромное за встречу. Друзья, мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях были Алексей Кольцов, региональный представитель добровольческого спасательного отряда «Лиза Алерт» и Александра Фарафонтова, руководитель направления по детской профилактике школы «Лиза Алерт». Это «Утро с репортером» и мы продолжаем. Ну что, друзья, вот так вот плодотворно, так вот интересно и позитивно пролетело наше с вами утро. Утро понедельника на телеканалах «Репортер 73» и «ОТР». Впереди всех ждет такой же насыщенный день. Конечно, а вот чтобы было еще веселее, мы по традиции расскажем с Катей вам о праздниках, которые сегодня стоит отметить. Итак. Международный день пропавших детей мы уже обсудили с нашим гостем. В нашей стране сегодня отмечается День Нерпенка, а также свой профессиональный праздник отметят филологи. Ну а еще праздник свободы причесок, День Африки и День Счастливого Билетика. Андрей, приходилось ли тебе есть счастливые билеты? Я так понимаю, это так работает? Есть, не приходилось. Не знаю, как есть. Вытягивать счастливые билетики в своей жизни мне... Ну, в трамвайчике. ...подавался. Да, да, да. Да, был такой мой опыт. Да, ел свой проездной документ. Ну, чего только не бывало. Ну, детство-то, знаете, с детства бывало такое. Ну что ж, создавать вьюд нам в студии помогала цветочная композиция от партнера программы «Цветы и штучки». Здесь вот нет счастливого... Билетика? ...лепесточка. Счастливого лепесточка. Кроме билетиков же лепесточки еще бывают. Ну, да, давайте мы. Посмотрим потом, давай посмотрим. После программы. Пусть оставим интригу, да. Ну хорошо, друзья, работали сегодня для вас мы, Екатерина Мазуряк. И Андрей Сапронов. Ну, если вы хотите тоже к нам подключиться в нашу замечательную компанию, поделиться какой-нибудь своей интересной, увлекательной и уникальной историей, то, пожалуйста, становитесь героем нашей программы, звоните в редакцию по телефону 30 50 73. Ищите нас в интернете по адресу трене, да, уе.репортер 73.тв. В общем, встречаемся завтра в это же самое время на телеканалах «Репортер 73» и «ОТР». Пока. Счастливо. Реальность каждый день оперативно, профессионально, доступно, точно в цель. «Репортер 73» знает, как делать новости и что ждет зрителей от реальности. Не лгать и не молчать. Смотри «Репортер 73». Будь в курсе. С 29 ноября еще и на ОТР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова